всем добрый день вышли погулять мы в центре города улице советская денажно где зажигают фонари напротив белтелекома ориентир еще 2 знаете что мы обнаружили у нас открылась шаур мастер пойдем зайдем спросим вот и российская чудо кулинария добралась и до нас шаур мастер кроме как москве я нигде не видел может я просто не был нигде больше шаурма и что дальше цены есть мини-стар биг макс сырная грибная терияки барбекю мексиканская предзаказ технический перерыв таня ты рада скажи да я сама делаю ну молодец куплю лаваш наш белорусский огурцы у меня малосольные всякие соленые в подвале есть сыр купим курочку отварим вот тебе соусом польем вот тебе шаурма сметана чеснок соевый соус все и бесплатно почти вот мне интересно цены какие жалко что перерыв узнаем еще даже по телефону можно заказать надо кофе чай а вы говорите бесплатная реклама где так было вернее река мы рекламируем типа того а вы говорите что мы рекламируем за деньги это кто если бы мы рекламировали за деньги мы бы ее стояли уже ели я сейчас прошу продавца скажи хотите мы вас прорекламируем угостите меня шаурмой а Саша смеет скажет ничего не получишь не надо я так пошутила копченую сербелат покупала сейчас колбасы все у меня привет минску стеле передаем передаем она все равно будет смотреть ваши перерывы Раисе Николаевна она на диете и говорит правильное питание рассказываете что вы едите колбасу не ем жареное не ем соленое не ем жирное не ем а что вы едите тогда вареное все тушеное капуста но оно не очень вкусно это нельзя капуста нет да не очень идет это вот сказала а у меня целый перечень врач дала что там такое прям хлеб лежаной который я очень любила нельзя только хлеб с муки высшего сорта сейчас покупаю да дальше рыба нежирная а какая у нас написано судак судак он дорогой этот судак но так не зря не написали говядина нежирная курица нежирная мед можно сметана до 20 процентов масло нельзя но я кушаю масло сливочное не откажусь от него молочное можно сыр можно творог можно только сыр и твердо нежирного ну короче с голоду не умрю нет конечно а мы вышли сейчас вот по советской прошли напротив белтелекома где был киоск союз печать открыли знаете что шаурма господи кафешки эти всякие выживают эти вот кафешки зайдите там такой вот пирожное 450 мамами а там параграф моя младшая была с подругами гэтном мама это не для наших пенсий россиянки еще подходит ну говорит там вообще будет скоро так как допустим в европе где-то в дрездене там пару два три евро за чашку кофе это будет нормально если у нас сейчас уже ну по-разному в кафе доллары полтора доллара чашка кофе стоит так что на наш это зарплата это много дети были же по европе ездили там можно перекусить очень дешево у нас такого нету сейчас если мы раньше работаем могли позволить себе обедать в ресторане брест за рубль 50 а сейчас по советской идет записано первое блюдо всего за 5 рублей 45 копеек вот так я все вспоминаю как папа в германии служил вот в дрездене идешь запах такой ой какой за километр сосиски знаменитые эти немецкие но она копейки стоила тогда это еще гдр в гдр папа служил продавалась сосиска булочка горчица это наборчик был небольшой это было доступно всем подходили перекусили почему бы у нас не сделать у нас очень дорого кафе у нас очень дорогое сколько этих кафе кафе да а на улице что нельзя делать на улице подошел перекусил вот попкорн вот напротив продают но там тоже цены не служат дорого очень ничего не поделаешь лучше мы дома будем готовить и шаурму и пиццу моя моя сотрудница с нашего дома она пришла вот в этот вот открыт кафе может быть мальчики домой блинчики у вас можно взять или эти драники больше пяти рублей она вы знаете молодые люди за 5 рублей знаете сколько я картошки картошки этих драников наделаю и пошла и рассказывает мне вот так какой там пенсионером уже вообще ничего туда и заходить не в кафе не где-то 10 килограмм картошки можно купить да она ведь мальчики знаете сколько я картошки на 5 блин и беру картошку по 70 копеек будем мы дома жарить драники делать винегреты покупать ходить на речку ловить уклейку самая полезная рыбка скумбрия селедка и то ли лосось то ли форель то ли не занимаюсь соленая рыба таня говорит не пускают тебя рыжик ты какой квартире живешь на четвертом лапа не болит так сюда нельзя картошки набрать жулькин жулькин чихаешь ты чтобы простыл что ну вот прочихался чуть-чуть вот живет его тут приютили они ухаживают за собачками люди бездомными лавантюры помогают вот он у них живет на жук последние новости всем здрасте здрасте не мои подписчицы но одна подписчица татьяна пора на шляпки переходить и ты 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 но от утром мы выходим у нас еще прохладно сегодня 4 было градуса так что да у меня шапка такая не меховая вечером выходим гулять вчера такая тоненькая лишь бы весенний вот весенний шапки проходила всю зиму а вечером выходим погулять там мы на речку идем там ветер прохладно как говорится еще у нас не лето 20 градусов тепла правда так что поменяем шапочку на шляпку обязательно идем с процедур я уже почти неделю хожу на дневной стационар делают мне капельницы уколы таня сегодня тоже посещала врача так такая вот весна не очень веселая если все будет нормально завтра хотим проведать наших кошаков съездить на дачу такие планы сирень 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 сиреневая все мне мужчина вот рядом лежал со мной под капельницей говорит что на папанина зацвела а луча по всей видимости дерево белое все да ты что да там теплее значим здрасте а не говорит еще кто-то лапка больной ой какой шурск висит клок у тебя лапа болит ну боже мой не причёсаны а ничего у меня и нет себе дать поесть иди к другому подъезду может обнатолим Таня пошла к соседям взяли моду ночи до двух до трех часов не спят они не спится людям шумно у них квартиранты одним словом пошла таня наверх что звонка нет ушла уже на работу и он ушел ушла а а а а но но Субтитры сделал DimaTorzok